Привет! Самая большая проблема, с которой столкнулась американская разведка за всю историю своего существования. Именно так в 2021 году источник BBC описал феномен, получивший название Гаванский синдром. Это одна из самых загадочных и засекреченных историй, которая поставила в тупик ЦРУ Госдепартамент США и Белый дом. Меня зовут Дмитрий Колизев и в этом ролике я расскажу все о Гаванском синдроме, об основных версиях его происхождения и предположениях относительно того, кто может стоять за беспрецедентной атакой на американских разведчиков и дипломатов. Мы разберем и главную версию американцев о том, что к этому причастны российские спецслужбы. Эта история началась на Кубе в 2016 году. Представьте приятный вечер в Гаване. Дневной зной уже спал, рабочий день позади и можно расслабиться со стаканчиком рома на террасе своего дома. Этим и занимался один из высокопоставленных американских дипломатов, который приехал на Кубу всего несколько дней назад. Он только-только обживался в своем новом доме в престижном районе El Country Club, где живут правительственные чиновники и дипломаты. Долгие годы на Кубе не было американского посольства. Однако президент США Барак Обама решил восстановить отношения с Островом Свободы и страны договорились вновь открыть дипломатические представительства. И этот дипломат, чье имя засекречено, но давайте мы будем называть его Джек, он приехал на Кубу, чтобы наладить работу нового посольства. Впрочем, его подлинной миссией была не дипломатия, а разведка. Джек был одним из кадровых сотрудников ЦРУ, работающих под дипломатическим прикрытием. Как бы то ни было, он предвкушал интересную работу на Кубе и приятный вечер на террасе своего нового дома. Однако, едва расслабившись, Джек услышал пронзительный звук, похожий на гудение насекомых, но куда более сильный и больше похожий на механический. Звук был такой громкий, что Джеку пришлось уйти в дом и закрыть двери. Однако это помогло плохо, он продолжал его слышать. И Джек не просто слышал этот назойливый шум, он ощущал внутреннее беспокойство, у него закружилась голова. Самое главное, ему казалось, как будто бы звук направлен куда-то прямо на него, и лишь через некоторое время шум прекратился. Джек рассказал о странном случае своим сослуживцам, и многие из них сказали, что тоже слышали подобные звуки в своих домах. Хуже всего было то, что даже после исчезновения шума они долго не могли прийти в себя. Несколько часов, а иногда и несколько дней люди потом ощущали себя так, будто их сильно ударили по голове. Тошнит, кружится голова, мучают приступы бессонницы или беспричинной тревоги. Джек и его коллеги столкнулись с тем, что впоследствии назовут гаванским синдромом. Джеку повезло, он не получил серьезных нарушений своего здоровья. Другие жертвы гаванского синдрома на недели или месяцы теряли работоспособность, а некоторым даже пришлось уйти на пенсию, так как они не могли вернуться к работе из-за непоправимых когнитивных нарушений. Фактически, эти странные звуки свели их с ума, сделав недееспособными. Впоследствии, когда случаи были изучены и описаны, выяснилось, что от гаванского синдрома на Кубе точно пострадали 15 американских дипломатов, а еще 31 человек подвергся гаванскому синдрому предположительно. Специалисты Университета Пенсильвании и правительственная комиссия, исследовавшие эту проблему, установили, что синдром характеризуется двумя стадиями. На первой стадии, непосредственно во время воздействия, человек слышит странные звуки. Некоторые описывают их как скрип, другие как жужжание или стрекотание. Некоторые говорят, что это напоминает езду в автомобиле на большой скорости, когда немного приоткрыто окошко, знаете, так бьет по ушам. Некоторые, подвергнутые гаванскому синдрому, заявили, что чувствовали, как будто через них проходит какой-то энергетический луч. А другие одновременно испытывали сильнейшее беспокойство, головокружение, тошноту, потерю ориентации, сильное чувство тревоги и учащенное сердцебиение. Как правило, это происходило в домах сотрудников дипломатической миссии или в гостиницах, где они по какой-то причине временно проживали. В частности, такие случаи были зафиксированы в гостиницах Капри и Националь, причем в последней роскошной гостинице пострадал один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ. И позднее правительство США официально рекомендовало своим гражданам при посещении Кубы не селиться в этих гостиницах. Пожалуй, наиболее загадочным было то, что окружавшие дипломатов люди, находившиеся в соседних домах или даже в соседних комнатах, не слышали никаких странных звуков. Возникало ощущение, как будто бы назойливый шум кто-то транслирует жертвам прямо в мозг. Однако самое плохое наступало на второй стадии синдрома позднее, иногда спустя несколько дней. Американские дипломаты и разведчики жаловались на проблемы со сном, нарушение мышления, снижение остроты зрения, глухоту, потерю баланса, трудности с речью, сильные головные боли, постоянное ощущение давления или вибрации, а также носовые кровотечения. Медицинские тесты показали, что у пострадавших были изменения в объеме белого вещества и нарушения целостности микроструктуры мозжечка. Это характерно для сотрясений мозга. Врачи, которые обследовали дипломатов, пришли к выводу, что те как будто бы пережили сотрясение мозга, но без физической травмы. Некоторые дипломаты спустя определенное время оправились. Однако на момент составления правительственного отчета в 2019 году шестеро все еще проходили реабилитацию, а четверо вынуждены были навсегда оставить работу. При этом, как признались специалисты, им не удалось установить механизм травмы, определить процесс воздействия, рекомендовать эффективное лечение и определить какой-либо смягчающий фактор, который мог бы защитить дипломатов и разведчиков от такого воздействия. Попросту говоря, врачи так и не поняли, что же на самом деле случилось с пострадавшими. Ситуация была настолько серьезной, что США пришлось эвакуировать часть персонала из посольства на Кубе и фактически ограничить деятельность только что открывшегося представительства до минимальной. Сначала произошедшее хранили в тайне, но потом американцы направили к кубинским властям официальный протест. Первым делом подозрения, конечно, пали именно на кубинцев. Тем более, что за несколько десятилетий, пока американские дипломаты работали на Кубе без посольства при так называемом отделе интересов под покровительством посольства Швейцарии, они привыкли к постоянному давлению со стороны кубинцев. В дома к дипломатам, пока их не было, приходили какие-то люди, переставляли вещи с места на место, могли проколоть колеса автомобиля или обмазать ручку двери собачьими фекалиями. Так что сперва американцы думали, что речь о какой-то очередной проделке кубинцев. Однако Куба категорически отрицала свою причастность к произошедшему. Более того, кубинское правительство организовало собственное масштабное расследование. К нему, по официальным данным, подключили 2000 человек. Следователей, врачей, ученых, разведчиков. Они опросили около 300 свидетелей, обследовали места происшествий, взяли пробы воздуха и воды, однако не смогли установить причину произошедшего. Конечно, это не сняло с кубинцев подозрений, тем более, что полноценного расследования они провести все равно не могли. Ведь американцы не предоставили им никаких медицинских и персональных данных пострадавших. А все жертвы гаванского синдрома уже покинули Кубу и не общались с кубинскими властями. Чтобы развеять подозрения, кубинский лидер Рауль Кастро провел неофициальную встречу с послом США на Кубе Джеффри Де Лаурентисом и заверил того, что кубинские власти не имеют к произошедшему никакого отношения. И отчасти это было похоже на правду. Дело в том, что с подачи Барака Обамы отношения США и Кубы улучшались в последние годы. И кубинцы были в этом заинтересованы. В том числе, потепление гарантировало приход миллионов американских туристов с их желанными для слабой кубинской экономики долларами. Кастро ходил с Бараком Обамой на бейсбол и явно хотел, чтобы две страны примирились. Однако Дональд Трамп, ставший президентом в 2016 году, был настроен к Кубе куда хуже. Он обещал пересмотреть соглашения, достигнутые Обамой. Поэтому после избрания Трампа в ноябре 2016 года и до его официального вступления в должность, правительство Кастро торопилось завершить ратификацию всех соглашений с США, чтобы новый президент уже не мог их нарушить. Если кто-то и был заинтересован в срыве отношений с США, то это консервативная, пророссийски настроенная группа, предположительно существующая в кубинской элите. Равно как и сама Россия, которая с начала 2000-х восстанавливала свое влияние на Кубе и вряд ли была рада тому, что на остров свободы вернулся еще один влиятельный игрок. Немного сбивало с толку то, что от гаванского синдрома пострадали дипломаты еще одного государства – Канады. В 2019 году канадское правительство официально признало, что жертвами синдрома стали 14 дипломатов в Гаване. Некоторые из них впоследствии обратились с исками к собственному правительству. Можно было бы предположить, что Канада попала под удар как близкая к США страна. Но почему тогда не пострадали, например, британские дипломаты, которые в таком случае казались более очевидной целью? Как бы то ни было, США пришлось вывести большинство своих дипломатов и членов их семей из Кубы. А работа дипломатической миссии фактически была заморожена. В качестве ответной меры американцы выслали из своей страны такое же количество кубинских дипломатов. Отношения между США и Кубой вновь охладели. Именно из-за загадочного гаванского синдрома. Но последующие события показали, что кубинское правительство, вероятно, действительно ни при чем. Дело в том, что скоро гаванский синдром стал наблюдаться совершенно в других странах и даже в самих Соединенных Штатах Америки. В 2018 году жертвами гаванского синдрома стали несколько дипломатов в консульстве США в китайском городе Гуанчжоу. Затем атаки следовали одна за другой. Грузия, Польша, Тайвань, Колумбия, Кыргызстан, Узбекистан, наконец Москва, Вена и даже Лондон. В 2019 году группа чиновников Белого дома прилетела в столицу Великобритании, чтобы готовить визит американского президента Дональда Трампа. Сотрудники президентской администрации поселились в престижном отеле Intercontinental Park Lane. Сандра Адамс после завтрака сидела в своем номере с видом на Грин Парк, когда услышала раздражающий звук, который вскоре стал болезненным. Через некоторое время звук пропал, но тем же вечером она пригласила своего коллегу к себе в номер, чтобы поговорить с ним. Когда они сидели на диване, оба вновь услышали резкий звук и почувствовали давление в голове. Они выскочили из комнаты в коридор, где звуки давления стихли. До конца поездки оба мучились от сильной головной боли. В 2021 году случаи гаванского синдрома стали учащаться. В августе 2021 года стало известно, что визит вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам пришлось сдвинуть на несколько часов из-за гаванского синдрома у одного из дипломатов. В сентябре 2021 года офицер, сопровождавший директора ЦРУ в поездке по Индии, пострадал от того же странного шума. В 2021 году стало известно, что в американском посольстве в Вене пострадали десятки человек. Проблема была настолько серьезной, что ЦРУ отозвало из Вены руководителя своей резидентуры, которого обвинили в слишком медлительной реакции на угрозу. В августе и сентябре этого года американцам из-за гаванского синдрома пришлось эвакуировать своих людей из Берлина и Сербии. В октябре 2021 года атака произошла в Боготе, столице Колумбии. Общее количество пострадавших не раскрывается, но по оценкам СМИ их от 130 до 200 человек. Но самое пугающее для американцев случилось в конце 2020 года в столице США, в Вашингтоне, округ Колумбия. Один из сотрудников президентской администрации, чье имя не называется, шел к своей машине по большой круглой лужайке за Белым домом. Она называется Эллипс. Неожиданно он почувствовал звон в ушах. Его тело онемело, а движение стало трудно контролировать. Он упал на землю, с трудом смог подняться и дойти до своей машины. Поняв, что везти ее он не в состоянии, сотрудник администрации сумел открыть приложение лифт на своем телефоне и вызвать такси, которое отвезло его в ближайшую больницу. Когда он приехал туда, врачи думали, что он находится под воздействием наркотиков. МРТ исключил инсульт, а анализы крови не показали никакой интоксикации. Уже на следующий день этот человек оправился и смог выйти на работу. Он доложил о случившемся с ним начальству. Вскоре его вызвали для беседы и объяснили, что он, вероятно, столкнулся с гаванским синдромом. Причем случилось это не на Кубе, не в Москве, не в Индии, а прямо в столице США. Все выглядело так, как будто кто-то объявил невидимую войну американским дипломатам, разведчикам и военным. С помощью загадочного оружия их преследовали по всему миру, в том числе у себя дома. Но кто и каким образом это делал, оставалось загадкой. Разумеется, американцы провели тщательное расследование. И не одно. Почти каждое американское силовое ведомство пыталось понять, что же стоит за гаванским синдромом. Первое большое расследование, еще по мотивам кубинских случаев, провело ФБР. Однако его результаты вызвали негодование у самих пострадавших, а также у ЦРУ и Госдепа. Дело в том, что бюро предположило, что дипломаты и разведчики не подвергались какому-либо воздействию, а стали жертвами, цитирую, массового психогенного заболевания. Грубо говоря, массового помешательства. Впрочем, Госдеп и ЦРУ так тщательно скрывали от ФБР данные пострадавших, опасаясь утечек, что неудивительно, что бюро ничего не смогло найти. Госдеп, Министерство обороны США и ЦРУ начали собственное расследование. Об исключительной важности этой проблемы для американской разведки говорит то, что в ЦРУ расследование возглавил офицер, который ранее руководил охотой за Осамой бен Ладеном. Расследование рассматривали несколько версий того, чем технически может быть вызван гаванский синдром. Первоначально изучались именно случаи на Кубе, поэтому некоторые объяснения носили такую кубинскую специфику. Сначала речь шла о некоем звуковом оружии, которое использует ультразвук, то есть высокие частоты, или инфразвук, низкие частоты. Звуковое оружие – это не выдумка, оно существует, применяется в том числе для разгона толпы. Например, у американцев есть прибор, который называется LRAD – Long Range Acoustic Device. Он находится на вооружении полиции, армии и флота еще с начала 2000-х годов. Похожие системы используются для отпугивания птиц и диких животных от аэропортов, ветряных электростанций и сельскохозяйственных предприятий. А еще ими успешно борются с сомалийскими пиратами, которые пытаются атаковать торговые суда. Как сообщается, при использовании такого устройства для разгона толпы антиглобалистов на саммите G20 в 2009 году, подвергнувшиеся его воздействию люди получили легкие черепно-мозговые травмы. Они чувствовали боль в ушах, головокружение и так далее. У некоторых оказались порваны барабанные перепонки. В США сейчас идет дискуссия о том, насколько законно применять такое оружие против толпы гражданских протестующих. Жертвы гаванского синдрома испытывали похожие симптомы, но есть несколько «но». Во-первых, во многих случаях люди подверглись атаке в закрытых помещениях. А звуковые волны могут проникать через стены очень ограниченно, их воздействие при этом сильно снижается. Во-вторых, маловероятно, чтобы можно было создать сфокусированный звуковой луч и использовать его на дальние расстояния. Да еще и так точно, чтобы люди в соседних комнатах ничего не слышали. Одна из версий предполагала, что жертвы гаванского синдрома подверглись воздействию «интермодуляционных искажений от множества неслышанных ультразвуковых сигналов, вызванных неисправностью при работе кубинской аппаратуры слежения». Но все-таки в конечном счете версия о звуковом оружии или случайном звуковом воздействии была отброшена. Еще одной версией, скорее курьезной, стали «сверчки». Один из дипломатов, испытавший на себе гаванский синдром, смог записать звук, который он слышал, и предоставил запись журналистам. Те показали запись исследователям, и двое энтомологов заявили, что на записи слышат брачный зов индийского короткохвостого сверчка, который живет на Кубе. В 2017 году о таком же объяснении загадочных звуков говорили и кубинские ученые. Однако дальнейшие исследования показали, что никакой сверчок не способен издать столь громкие звуки, чтобы они вызвали у человека травмы слуха и головного мозга. Ну, разве что вы возьмете этого сверчка и засунете его себе в ухо. Третьей версией стало то, что американские военные и дипломаты на Кубе пострадали не от насекомых, а от средств борьбы с насекомыми. Исследование, проведенное по заказу канадского правительства в 2019 году, обнаружило клинические, визуальные и биохимические доказательства, гипотезы о чрезмерном воздействии ингибиторов холинэстеразы. Россияне хорошо знают это словосочетание из-за отравления Алексея Навального, но эти вещества также используются для борьбы с насекомыми, как инсектициды. А помещения дипломатических представительств США и Канады на Кубе регулярно обрабатывали от насекомых из-за борьбы с лихорадкой Зика, которую переносят местные комары. Однако это объяснение никак не подходило для случаев за пределами Кубы, в более северных странах. Наиболее спорной версией стало то самое массовое помешательство американских дипломатов и разведчиков. И ФБР, и некоторые исследователи пришли к выводу, что описываемые симптомы слишком разнообразны, и большинство из них вполне может объясняться стрессом, усталостью, старением или различными заболеваниями. Кроме того, в данном случае мог сработать так называемый эффект Ноцебо. Это когда таблетка-пустышка вызывает у человека не положительный, как плацебо, а негативный эффект. Когда американским дипломатам и разведчикам стало известно про Гаванский синдром, некоторые из них могли списать на него свои обычные недомогания. А слухи и страхи по поводу этого явления делали жертвами воображаемого синдрома все больше людей. Эту версию не стоит списывать со счетов, но все же пока основной стала другая гипотеза. И это микроволновое излучение. Перенесемся в 1960 год. Молодой исследователь Алан Фрей работает в Центре современной электроники General Electric в Корнельском университете. Его коллега, который занимался измерением микроволновых сигналов, в разговоре с ним сказал, что иногда, стоя у источника микроволнового излучения, он слышит звуки импульса. Это было странно, потому что микроволны сами по себе никакого звука не издают. Но когда Фрей по приглашению своего коллеги сам подошел к генератору микроволн, он тоже услышал странный звук. Фрей стал экспериментировать, направляя микроволны на собственную голову. И открыл то, что сейчас называется эффектом Фрея, микроволновым звуковым эффектом или радиочастотным слухом. Фрей выяснил, что микроволны оказывают на человеческую голову такое воздействие, что человек слышит звуки, которых на самом деле нет. Еще во время Второй мировой войны техники, работавшие вблизи радаров, рассказывали, что часто слышат какие-то щелчки. Фрей предположил, что микроволновое излучение нагревает ткани внутреннего уха, из-за чего те расширяются и заставляют человека слышать звук, который не слышат окружающие. Вскоре Фрей получил приглашение приехать в Москву, где он прочитал лекцию о своем открытии. А советские ученые рассказали ему, что работают над технологией передачи звука с помощью микроволн прямо в мозг человека. Микроволновое излучение – это область спектра электромагнитного излучения с длинными волн от 1 метра до 1 миллиметра. Микроволны используются в радарах, в радиоастрономии, в ускорителях частиц, а еще в обычных микроволновых печах или в мобильных телефонах. Например, технология Bluetooth в вашем смартфоне работает с помощью микроволн. Микроволны – это не ионизирующее излучение, поэтому они сравнительно безопасны для человека. Однако в некоторых случаях сильное концентрированное воздействие микроволн может причинить человеку вред, даже оставить ожоги. Ну, скажем, микроволновку беззащитного кожуха включать не стоит. Если посмотреть на список симптомов, которые испытывает человек при интенсивном воздействии микроволн на его организм, то можно увидеть все те симптомы, на которые жаловались пострадавшие от Гаванского синдрома. Головные боли, когнитивные нарушения, носовые кровотечения и так далее. В 1976 году разведывательное управление Министерства обороны США выпустило секретный доклад о разработке странами Восточного блока оружия, основанного на действии микроволн. В документе говорилось, что хотя сейчас нет данных о наличии у коммунистических стран микроволнового оружия, советские ученые хорошо осведомлены о биологических эффектах низкоуровневого излучения. Их собственные исследования восприятия звука, говорилось в документе, имеют большой потенциал для разработки системы дезориентации или нарушения поведенческих паттернов военного или дипломатического персонала. Но в США и до этого знали, что Советы используют какие-то технологии, связанные с микроволнами. В 1953 году сотрудники посольства США на улице Чайковского в Москве обнаружили, что восточное крыло их здания подвержено влиянию микроволнового излучения в диапазоне от 2,5 до 4 ГГц. Его источник предположительно находился в жилом доме в 100 метрах от посольства. Излучение было слишком слабым, чтобы нагреть что-либо, однако превышало допустимые нормы безопасности. Много лет существование этого излучения скрывали даже от сотрудников посольства, просто наблюдая за ним. Этот феномен назвали «московским сигналом». В 60-е годы внутри посольства даже поставили защитные панели. Исследования показывали, что сигнал не оказывает существенного воздействия на организмы сотрудников посольства. Однако посол США в Москве Уолтер Сессель в 1975 году жаловался на плохое самочувствие и разнообразные симптомы, включая кровотечение из глаз. В 86-м году он умер от лейкемии в возрасте 66 лет. Госсекретарь США Генри Киссингер связывал болезнь Сесселя именно с московским сигналом. Последующие исследования показали, что смертность от рака среди сотрудников, работавших в посольстве в Москве в эти годы, была выше, чем у других дипломатов. Но, впрочем, вряд ли целью московского сигнала было навредить здоровью американцев. Скорее, излучение использовалось либо для активации какого-то подслушивающего оборудования в здании посольства, либо для блокировки американского оборудования для радиоперехвата, которое было установлено на крыше здания. Работают с микроволнами и американские спецслужбы. Еще в 90-е и 2000-е годы оборонные ведомства США получили несколько патентов на технологию передачи звука в голову с помощью микроволн. Технология основана на том самом эффекте Фрея, и предполагается, что она позволяет транслировать в голову человека не просто звуки, а целые слова. Звучит довольно пугающе, но, насколько известно, реализовать такую технологию пока не удалось. А вот американское видео, которое демонстрирует испытания изделия SSADT. Оно использует сфокусированные микроволны для того, чтобы обращать в бегство участников беспорядков. Правда, видео явно постановочное, и насколько такое устройство на самом деле эффективно, сказать сложно. В 2012 году научный журнал Nature писал о попытках Пентагона испытать нелетальное микроволновое оружие. Предполагалось, что микроволновый луч частотой в 95 МГц будет заставлять людей испытывать жжение, но не нанесет им серьезных травм. Но, как писали журналисты, реальному применению такого оружия мешал огромный размер, колоссальное энергопотребление и техническая сложность. А еще оно плохо работало в дождь. Сейчас главная версия происхождения гаванского синдрома – это то, что кто-то использует против американцев нечто подобное, но технически более совершенное. Направленный луч микроволн, который вызывает слуховые иллюзии из-за эффекта Фрея и отложенные неврологические последствия из-за негативного влияния микроволн на организм. Одно из возможных объяснений – то, что гаванский синдром – лишь побочный эффект от некоего техногенного воздействия, истинная цель которого другая. Например, некоторые собеседники американских СМИ в разведывательном сообществе говорят, что спецслужбы противника, возможно, пытаются дистанционно считывать информацию с мобильных телефонов или компьютеров с помощью микроволнового излучения. А биологическое воздействие на людей, вся эта головная боль, тошнота и прочее – это лишь сопутствующий эффект, причем скорее нежелательный. Микроволны способны проникать через стены, через окна и двери, поэтому их жертвы вполне могут находиться и в закрытом помещении. Но чтобы луч был достаточно сконцентрированным, его генератор должен быть снабжен довольно большой параболической антенной. И чем больше диаметр антенны, тем уже луч. Кроме того, такому устройству понадобится достаточно мощный источник энергии, либо питание от сети, либо, по оценкам американских экспертов, переносной аккумулятор, эквивалентный примерно 200 аккумуляторам от ноутбуков. Теоретически, такое устройство можно перевозить в каком-то фургоне, или его даже может носить в разобранном виде в рюкзаке физически сильный человек. Однако, не все эксперты считают, что микроволны – хорошее объяснение. Против версии того, что гаванский синдром объясняется микроволновым излучением, есть свои аргументы. Во-первых, некоторые ученые вообще оспаривают существование эффектов Рея. Хотя он описан в научной литературе, экспериментов на этот счет проводилось удивительно мало. Во-вторых, например, химик из американской лаборатории в Лос-Аламосе Шерил Рофер говорит, что сильное микроволновое излучение неизбежно оставило бы следы на наружных покровах жертв. Ведь то, что микроволны греют изнутри – это миф. На самом деле они точно так же воздействуют на материю снаружи. Значит, у жертв должны были остаться ожоги, а их не было. В-третьих, американские эксперты считают, что, учитывая физические ограничения в предположительном размере антенны, невозможно представить себе операцию, которая бы позволила регулярно воздействовать таким образом на американских дипломатов, разведчиков в разных частях земного шара. И ни разу не попасться на глаза ЦРУ, которая ведет, я напомню, тщательное расследование. Но помимо технических или биологических причин гаванского синдрома, есть еще один очевидный вопрос – а кто же стоит за этими атаками? После того, как ситуация вышла за пределы Кубы, стало очевидно, что кубинские спецслужбы, видимо, ни при чем. У американцев были две основные версии насчет того, кто стоит за гаванским синдромом – это Китай и Россия. Сегодня российские спецслужбы являются подозреваемым номер один. Правда, улики против них только косвенные. Во-первых, Россия вообще известна своими тайными операциями за рубежом, вроде отравления Александра Литвиненко или Сергея Скрипаля. Во-вторых, известно, что Россия и Советский Союз занимались разработками подобного оружия. Кстати, сам Владимир Путин в своей статье в российской газете в 2012 году писал, что в будущем, мол, большую роль будет играть психофизическое оружие. В-третьих, Россия заинтересована в ограничении дипломатической и разведывательной активности США и, в общем-то, ведет открытую дипломатическую войну с Соединенными Штатами. Такие атаки вписываются в логику подобной войны. В-четвертых, как писали американские СМИ, спецслужбы США несколько раз зафиксировали присутствие агентов ГРУ в непосредственной близости от американцев, подвершихся воздействию гаванского синдрома. Правда, это в основном происходило в странах, где разведывательная активность России традиционно высока. Так что там за американскими дипломатами и разведчиками почти всегда следует российская наружка. Поэтому такое присутствие могло оказаться просто совпадением. В ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс неофициально обратился к руководителям российских ФСБ и СВР и пригоразил им последствиями, если выяснится, что гаванский синдром является делом рук российских спецслужб. По мнению руководителя ЦРУ, происходящее выходит за рамки допустимого поведения в профессиональной разведке, так как страдают не только разведчики, но и члены их семей. Слова Бернса свидетельствуют о том, что Россия остается для США главным подозреваемым. Однако, как подчеркивают американские источники в дипломатических и разведывательных кругах, у США по-прежнему нет убедительных доказательств того, что Кремль виновен в таинственных нападениях на американских дипломатов и разведчиков. Итак, пока главная угроза для ЦРУ и Госдепа остается тайной. Будет ли она когда-нибудь раскрыта? Не все исследователи верят, что гаванский синдром вообще является результатом целенаправленной атаки. По-прежнему остается некоторая вероятность того, что это лишь случайные обмороки, недомогания и неврологические расстройства, которые в условиях паранойи, охватившей США и Россию, списываются на некую шпионскую игру. Мне лично в этой истории до сих пор многое непонятно. Если источник странного звука микроволны, и его слышит только жертва, то что за звук американцам удалось записать на пленку и предоставить ее журналистам? Почему в американских источниках, в многочисленных статьях, в качестве подозреваемого так часто упоминается Россия, но почти не говорят про Китай? И является ли вообще гаванский синдром чем-то новым? Например, американский адвокат Марк Зейт утверждает, что он представляет интересы некоего неназванного бывшего сотрудника спецслужб, который пострадал от подобного воздействия еще в 1996 году. Если у вас есть свои версии и предположения относительно происходящего, делитесь ими в комментариях. Подписывайтесь на этот канал и подписывайтесь на меня на Патреоне, чтобы канал поддержать. Специально для патронов выложу некоторые материалы, которые использовал для подготовки этого видео, в том числе тот самый рассекреченный отчет американской разведки от 1976 года. И вы также можете стать спонсором этого канала прямо на YouTube, нажать кнопочку или сказать спасибо разовым донатам по ссылке в описании. Ну и подписывайтесь на меня в Твиттере, в Телеграме, а также слушайте подкаст «Колезев и Микитась», в котором я каждую неделю обсуждаю интересные новости со своей коллегой Ольгой Микитась. Все ссылки будут в описании.